В ролях Автор сценария Адриана Барретто и Хуан Андрес Гранатус Авторы сюжета Саламанка и Гарсия Оператор Герман Плата Композитор Асвальдо Монтес Режиссер Серхио Асорио Продюсер Асиер Агилар София, дай мне время Не понимаю, почему Сантос Всегда должен последнему ходить с завода София Сантьяго, что с тобой? Что случилось? Ничего Почему ты назвал её Софией? Я опознался Почему не открыл своим ключом? Я просто осторожен Как ты? Хорошо Ты обдумала наш разговор? Да И что ты решила? Прежде чем ответить, я хочу знать, что заставило тебя изменить решение Без тебя я больше не выдержу ни дня Виктория, я не хочу тебя терять Я не умею красиво выражать свои мысли Но ты для меня очень важна Вот это я и хотела услышать Мне важно, чтобы ты была рядом Прости, что не говорил об этом раньше Просто работа отнимает у меня много времени И моя голова занята другими мыслями Что ты делаешь, Сантьяго? Дон Сантос, простите, я хочу попросить вас об услуге Я больше не могу без Софии Мне нужно вернуться в свой город и все ей объяснить Для начала следует успокоиться Дон Сантос, пожалуйста, мне нужно всего пару дней Это зависит не от меня, а от Гарсии Да, но если вы поговорите с ним, он меня отпустит Я в отчаянии, сегодня мне показалось, что я видел Софию на заводе Знаю, ты многое пережил Но ты же сам говорил, что вернувшись в тот город, ты подпишешь себе смертный приговор Но такая жизнь подобна смерти Простите, Дон Сантос, я не вас имею в виду Вы очень хорошо ко мне относитесь Но каждую ночь она мне снится И я не дождусь, когда снова ее увижу А как же Франческо? Франческо ничего не значит София, женщина моей жизни Подожди немного Отчаяние, плохой советчик Не стоит рисковать своей жизнью София, этого стоит В тебе говорят чувства, а не разум Я уважаю твое мнение, но не разделяю его А что, если тебя схватят до того, как ты с ней поговоришь? Почему бы тебе не обдумать все еще раз, только спокойно? Мы постараемся найти другой способ устроить с ней встречу Вас спрашивают по второй линии Здесь? Да Алло Мама, это я Эду, Вигис, как поживаешь? Хорошо, очень хорошо Не волнуйся, мои добрые друзья Обо мне хорошо заботятся Здесь все о тебе постоянно спрашивают Представляю Как там София? Она уехала из города Как? Уехала? Куда? Послушай, Сантьяго София собрала вещи, сказала, что уезжает Чтобы забыть все, что здесь произошло Но, мама, кто-нибудь должен знать, где она? Может быть, Хулиана? Нет, Хулиана тоже ничего не знает Сантьяго, послушай София уехала, чтобы начать новую жизнь Потому что ей очень плохо Понимаешь, сынок? Папочка, а когда я стану твоим личным помощником? Сначала я должен поговорить с Грисиелой Она со мной уже 20 лет Все не так уж просто А ты не можешь предложить ей Другую должность в компании? Мне будет как-то не по себе Если эта сеньора из-за меня потеряет работу Посмотрим Виктория Я хочу, чтобы у нас все было хорошо Но Ты должна мне помочь Будь терпелива Терпелива к тебе? К моим дочерям особенно Она просто уехала Никто не знает Что она чувствует, сынок? Но это несправедливо Она могла бы Оставить меня в известность Оставила бы записку Даже не знаю, что тебе сказать, Сантьяго Дон Сантос Вы понимаете, что я сейчас чувствую? Я не знаю Не знаю, как мне жить дальше Не отчаивайся Жизнь продолжается, Сантьяго Придется начать все с самого начала Здесь, в этом городе Я вижу, сейчас ты на правильном пути Но у меня ничего не осталось Ты так говоришь сгоряча Любой человек на моем месте Посоветовал бы тебе успокоиться И не переживать Продолжай жить Все пройдет Подожди Не принимай скоропостижных решений Дон Сантос Я вам не говорил Но сегодня я узнал, что меня ищет полиция Это правда? Да Уверен? Полицейские говорили с Антонио Ривасом Насчет Антонио не беспокойся Он ничего не скажет Он серьезный человек Но я не хочу, чтобы из-за меня у вас были неприятности Успокойся Давай решать проблемы по мере их поступления Договорились? Я хочу, чтобы мы вместе поехали на пикник с рабочими завода И я? Они станут лучше работать, увидев, что их боссы отдыхают вместе с ними А не получится обратного результата? Ни в коем случае В конце концов, этим людям мы обязаны тем, что мы имеем Я все улажу Рано или поздно это должно было случиться Шахемат Что с тобой, малышка? Валерия, обними меня Эта жизнь просто ужасна Успокойся Работа на заводе помогла мне понять, сколько фальши в мире, где мы живем Я воспринимала все как игру А теперь не знаю, что делать Как поступать Что говорить Я вечно совершаю ошибки Я не понимаю людей И это меня убивает Тогда скажи отцу, что увольняешься? Нет Он будет считать меня никчемным человеком Будет думать, что его дочь ни на что не годна Я ни за что на свете не уволюсь, если даже мне придется унизиться перед целым светом Ты такая упрямая Но все равно ты можешь на меня рассчитывать Я, конечно, не лучшая в мире сестра Но сестер не выбирают Иногда я веду себя эгоистично Но ты моя сестра И мне больно видеть себя такой Ты, наверное, думаешь, что моя жизнь в этом доме безмятежна Но это не так У меня тоже есть проблемы Иногда и я не понимаю людей К примеру, Николаса Он, бывает, засматривается на тебя И это меня злит Вот почему я на тебя срываюсь Спасибо Привет Я друг Тонио Здравствуйте, синьора Как поживаете? Мы пришли навестить Моего сына А это для него Прости, София Я не хотел тебя расстраивать Нет Не обращай внимания, Тонио Просто выдался ужасный день Мне жаль, София Пожалуйста, прости меня Думаю, мне лучше уйти Нет, останься Я очень рада, что ты пришел Я не понимаю, как люди в этом городе Справляются с одиночеством Не уходи Знаешь Я и сам не понимаю Но я абсолютно уверен, что тебе нельзя грустить Иначе ребенок родится грустным А он ни в чем не виноват Он себе маму не выбирал Все ответственны за него И его настроение Лежит на тебе Неважно, хочешь ты этого или нет Но поездка служащих на пикник Обязательно Никакого права выбора Сантьяго Почему ты не пьешь свой шоколад? Простите Не хочется Почему? Проблема Могу представить Это из-за твоей подруги Франчески Сантьяго имеет право на личную жизнь Нет Не волнуйтесь, Дон Сантос Нет, дело в другом Неужели? И в чем же? С вашего позволения Видишь, что ты наделала Я же просил не давить на него Но я не виновата Что плохого, если я за него переживаю? Я хочу кое-куда тебя пригласить По-моему, тебе нужно развеяться К примеру, съездить за город Завтра рабочие нашего завода Едут на пикник Я хочу, чтобы ты поехала со мной Я? Да Ты Нам разрешили взять кого-нибудь из родственников Но у меня никого нет, кроме тебя Я даже не знаю Нет, ты не можешь отказаться Скажи, что поедешь Малышу нужен свежий воздух И немного солнца Сделай это не для меня, а для него Скажи да Скажи, что поедешь Может, мне и вправду погреться на солнышке Да Бальдина Скажи, что мы уже сели за стол Да, сеньор Успокойся, отец Мы уже здесь Франческа, объясни, что у тебя стряслось Отец, не будем ее допрашивать Но Хватит, папа Давай спокойно поедим Она в порядке Да, отец, не волнуйся Все хорошо Сеньор Звонят с завода Спрашивают вас Говорят, это очень срочно Сколько раз я им велел Не беспокоить меня дома Алло Да, это я Что вы сказали? Франческа, не настаивай Тебе нечего делать на заводе Это очень серьезное дело Только мы с Николасом можем им заниматься И больше никто Отец, я знала ту женщину Она забеременела И собиралась уволиться А я обещала ей помочь Франческа, ради бога Я хочу поехать Какой смысл смотреть на труп Отец, мне нужно знать, что произошло На заводе творится столько вещей На которые ты не обращаешь внимания Сейчас не время об этом говорить Ты никуда со мной не поедешь Или ты хочешь, чтобы твоя игра закончилась? На заводе меня ждет Гарси И весь персонал службы безопасности Как ты объяснишь свое присутствие? Но мы говорим о человеке, который погиб на твоем заводе По какой-то неизвестной причине Этого человека ты не вернешь к жизни, если там покажешься Кроме того, я не хочу, чтобы ты все это видела Поехали В чем дело? Синьор Гарси, вы знали Фанни? По работе знал А лично нет, совсем не знал, синьор Давно она здесь работает? Примерно полтора года А вы сколько работаете? Пятнадцать лет Вы знали, что? Эта женщина забеременела от Гарси Нет, эта женщина утверждала, что забеременела от Гарси Это разные вещи Сальваторе, у нас будут большие проблемы Все рабочие знают, что происходит Нам нельзя паниковать, Николас Любую проблему можно решить Ты сделал, что я просил? Как вы приказали, синьор Для полиции ясно, что это обычное самоубийство Они вряд ли захотят продолжить расследование после того, что я им рассказал о беспорядочной личной жизни синьориты Фонсека Не думаю, что они вернутся Хорошо Дело вполне очевидное Эта женщина не отличалась примерным поведением Да, синьор Эта девушка уже однажды пыталась покончить с собой, но я вовремя остановила ее Она доверила мне все свои беды, и я обещала ей помочь Но я не понимаю, Николас сказал, что заставит заплатить мерзавца за содеянное И я чувствую себя виноватой Во время нашего последнего разговора я обошлась с ней жестоко Никто не может понять этих людей Умный человек и не стал бы пытаться Постепенно мне стали открываться вещи, о которых я и понятия не имела Но я никогда не думала, что мир так жесток И пока мы наслаждаемся всеми благами, которые эти люди для нас сделали Они живут сами по себе, работая днем и ночью И никого не волнует, хорошо им или плохо Я хочу им помочь Но не знаю, как Еще об этом знает Два охранника и две уборщицы из одной смены Я хочу, чтобы ты немедленно их уволил Завтра они не должны выходить на работу Выплати им хорошую премию Или еще лучше, найди им работу в другом городе Пусть они заберут с собой свои семьи и больше не возвращаются И скажи им, если они раскроют рты В общем, ты знаешь, что с ними сделаешь Да, сеньор, не беспокойтесь, я обо всем позабочусь И значит, завтрашний пикник нужно отменить, верно? Но зачем его отменять, если ничего не случилось? Иногда ты туго соображаешь Сеньорита Фани... Фонсека Фонсека Уехала, не сказав ни слова Это ты должен объяснить остальным рабочим Она уехала, потому что мы узнали о ее махинациях А она не хотела, чтобы ее назвали авантюристкой Она просто исчезла, понятно? Понятно Вы гений, сеньор Остался еще один вопрос Что нам делать с ее отцом? Он ее единственный родственник Гарсия Деньги помогают людям забывать любое горе, любую боль Ты не скупись Главное все правильно организовать И все, что я сказал Гарсии, касается и тебя Ладно, поехали домой Организовать 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 Ты даже не представляешь, что это за люди Они готовы из всего извлечь выгоду Лишь бы побольше вытянуть из нас денег Мы для них враги Не только я, но и ты тоже Я в этом не уверена Не забывай, что я одна из твоих рабочих В случившемся виновен один человек, Гарсия Он свинья Посмотри, до чего он довел Фани Я понимаю, что ты чувствуешь И как ни парадоксально это звучит Но я рад, что ты воспринимаешь это близко к сердцу Это значит, что у тебя прекрасная душа Не думай, что на меня это не подействовало И мне на все наплевать Когда работаешь с людьми, то привязываешься к ним Начинаешь считать их практически своими детьми Но в моем положении очень опасно терять контроль Нужно думать о будущем Я не могу и мне нельзя вмешиваться в личную жизнь своих рабочих Да, но нужно принять меры Фани умерла Обещаю, что мы доведем расследование этого дела до конца Если я узнаю, что к этому хоть каким-то образом причастен Гарсия, я его накажу Я уверена, он виновен Ты говоришь так, потому что расстроена Не позволяй чувствам брать над собой верх Уверяю тебя, я возьму ситуацию под личный контроль и сам все выясню Но тебе придется мне помочь Помочь? Дай угадаю Держать язык за зубами Именно, дочка И я буду благодарен тебе за это до конца жизни Уже иду Розита, сделай одолжение Выйди к Тонью Скажи, я вот-вот буду готова Но он приехал не за мной Господи, что за характер? Милая, давай сегодня сделаем небольшой перерыв Не будем ссориться Не будь такой ворчуньей Улыбнись Ты уже забыла, что говорила мне вчера, Пилар? Дорогая Прости меня, пожалуйста Ладно? Тебе так идет эта кепка? Пожалуйста, побудь с Тонью минутку, пока я не закончу сборы И поторопи Софию, ладно? Какая ты красавица Пойдем София Мы уезжаем, а ты еще не готова Мне не хочется ехать Я там никого не знаю Как это? Ты знаешь практически всех, с кем я работаю Нас немного Мои очки Нет, к тому же у меня есть кое-какие дела Я пойду и позову его Нет, дорогая, он не в том настроении, чтобы ехать на пикник Постой-ка Ты же говорил, все должны поехать Да, но... Все ясно, Сантос Бьюсь об заклад Ты знаешь, в чем дело Давай, рассказывай Нет, это его личные проблемы Лучший способ забыть о проблемах – съездить на пикник Дорогая, я не могу его заставить Дон Сантос Доня Фавиола права Нельзя позволить проблемам портить жизнь Мы все едем на пикник Ну, конечно Что я говорила? Давайте собираться Думаю, этого будет достаточно Мы прекрасно проведем время Увидите Пора идти, а то они без нас уедут И что мне сказать, Тонио? Ведь это он тебя пригласил? Не знаю, подружка Он был так добр ко мне Придумай что-нибудь Постараюсь Но ты пропустишь классную вечеринку Пока, малыш Веселитесь Хорошо О, Господи Иду Готово А где София? София? Она не едет Она проснулась с ужасной мигренью С чем? Ни с чем забудь Поехали Если хочешь, я с ней поговорю Не надо, успокойся Нам лучше поехать, иначе автобус уедет без нас Уверена? Конечно Давай уже поедем, приятель Отец, прошу тебя, не задерживайся сегодня Ты каждый день засиживаешься Допоздна в офисе Хотя бы в выходные Будь пораньше Пригляди за сестрой Обязательно Возвращайся пораньше А ты веди себя прилично Почему ты не едешь со мной? Я лучше останусь с Франческой К тому же, раз она здесь Я не буду за тебя переживать Валерия Давай не будем Думаешь, я не замечаю, как ты на неё смотришь? Даже представить не могу, что будет, если вы останетесь одни на этом пикнике К тому же, Франческа сегодня сама не своя Правда? Ну ладно, кошечка, увидимся Пока Франческа! Куда она подевалась? Смотрите-ка, девушка из высшего общества Соизволила поехать на пикник Расстелите для неё ковровую дорожку Надо же Снизошла до нас бедняков Рад тебя видеть Взаимно Тебе понравится? Вот увидишь Надеюсь Проходите в автобус Слушай, я еду с Сальваторе Так что проследи тут за всем Тоньо С каких это пор ты так мил С этой девушкой? Оно мне нравится Господи Мужчин так легко одурачить Ты не заметил, что она немного странная? Не заметил? Готова к веселью А вот и красавчик Он принёс с собой выпивку Садимся в автобус Добрый день Нальёшь мне немного? Нам придётся наблюдать за Франческой На неё сильно повлияла смерть той девушки Она просила меня помочь ей Я уже знаю Но тебе следовало раньше поставить мне об этом в известность Ты не совсем понимаешь Чего я от тебя хочу В любом случае Я не желаю видеть Как моя дочь путается с этими людьми Ещё не хватало, чтобы она развлекалась на пикнике со своими сослуживцами Езжай, Маурицо, езжай Синьор, можно я положу в багажник свою сумку? Гарсия, я как раз о тебе вспоминал Тебе лучше поехать на автобусе со своими подчинёнными Простите, синьор, но мы же договорились Я передумал Кроме того, мне нужно поговорить с Николасом Да, синьор, но... Гарсия, воспользуйся случаем Поезжай на автобусе Это поможет тебе установить определённые отношения с подчинёнными Чего ты ждёшь? Иди Уже пора ехать Иди в автобус, давай Гарсия Я знал Дверь Не беспокойтесь, синьор Я поеду со своими рабочими Это моя обязанность Синьоры Синьор Гарсия решил присоединиться к своим подчинённым Поехали, поехали Тем, у кого красная повязка на руке Не разрешено пить Это понятно? Мы... Кто там? Кто там? Ты? Мануэль Мануэль Я приехал Пару дней назад До сих пор не могу понять Как ты меня нашёл? София Я приехал за тобой Я чуть с ума не сошёл, узнав, что ты уехал Мануэль Твой отец не оставил мне выбора Я уехала искать Сантьяго И никто не должен был знать Ты нашла его? Нет А знаешь, что хуже всего? Я беременна Я знаю Откуда? Кто-то тебе рассказал? Или это заметно? Это... Это... Видно по твоим глазам К тому же Я чувствую тебя, София Мануэль Теперь ты понимаешь, что у меня Серьёзные проблемы Почему ты не сказал о ребёнке? А как бы ты отреагировал? Что бы ты подумал о добропорядочной девушке Исаплавьенто? Все помогали ей получить образование И встать на ноги А она забеременела, не будучи замужем Я мог бы тебя выслушать Я мог бы помочь Ты так говоришь, потому что ты не такой, как все А как же остальные? И поэтому Ты собралась замуж? Поэтому И потому что я любила его Любила? Я не знаю, жив ли он или мёрт Не знаю, что с ним Я ничего о нём не знаю Ничего Итак, все приготовились на выход Все организованно выходим Поторопись, парень У нас впереди целый день Как здесь здорово Побыстрее, побыстрее выходите Добро пожаловать Синьорита Монрой Синьорита Пилар Синьорита Эскобар Здравствуйте Спиноза, простите Приветствую, Сантос Вы всё-таки решились? Здравствуйте Добро пожаловать, синьорита Хорошо провести день Постараюсь изо всех сил Всё готово, синьоры Мы готовы Все собрались Вот увидите, как будет весело Рабочий класс умеет веселиться Гарсия, проходи Проходи Здравствуйте Здравствуйте Вам нужно будет только разогреть, синьорита Валерия Целая кастрюля? Да, синьорита Ты наготовила на батальон Ты не знала, что я буду одна? Простите Можно мне идти? Хорошо Когда вернёшься? Завтра утром, если Бог даст Будем надеяться Да, синьорита Хорошего дня И тебе Добрый день Как дела? Детка, как бы я хотел, чтобы эти милые ручки меня ласкали Проходи, проходи, Гарсия Что здесь делаешь? Следую твоим указаниям Делаю вид, что ничего не случилось Но ты сказала, что не поедешь Да, но я передумала Я хотела увидеть своими собственными глазами Как друзья Фани веселятся Пока её закапывают в могилу Перестань, не говори так, прошу Но это же правда Твоя сестра думает, что ты дома Жаль, надеюсь, из-за этого она не устроит скандал Хоть я и дочь хозяина Я могу всего лишь присоединиться к рабочим твоего завода И веселиться с ними Ведь мы им обязаны тем, что мы имеем Я знаю, что они уехали на пикник Я хочу знать, куда Это говорит Валерия Сабина Дочь Дона Сальваторе Да Нет Сотова не отвечает Нет, уже не важно До свидания Кто это может быть? Чем могу помочь? Я из службы Талима Меня прислали проверить вашу телевизионную сеть Сегодня? Это была просьба сеньора Сальваторе Сабина Хорошо, я открою дверь Проходите Сюда, пожалуйста Но сначала я хочу с вами поговорить, сеньорита Я на минутку Фабиола, можно тебя на пару слов? Да, что? Тебе вредно столько пить? Разве это ты оплачиваешь выпивку? Завтра у тебя будет ужасное похмелье Тебе будет плохо Ты постоянно ко мне придираешься Оставь меня в покое Сам выпей пиво и отстань от меня А вот и пиво Да, давайте выпьем Здравствуйте, наш большой босс Давай потанцуем Пойдем, милый Выпей пиво Наконец-то Я так рада, что ты пришла Я уже заскучала Дон Сантос, как дела? Тоже и я хочу спросить Не нужно быть и сновидящим, чтобы понять, какое у тебя настроение Дон Сантос, не напоминайте мне Вы же сами говорили, что жизнь продолжается Все в порядке, Дон Сальваторе Люди довольны Мэрилин, господи Мэрилин Держи, хватайся Мэрилин Мэрилин Там что-то случилось Кто-то тонет Там девушка тонет Гарсия Гарсия Спаси ее, идиот Помоги же ей Кто-нибудь, помогите ей Мэрилин Кто-нибудь, на помощь Успокойтесь, синьорита Уверяю, я пришел просто поговорить Я знаю, кто вы Более того У нас с вашим отцом есть общие друзья Для начала давайте вспомним небольшие детали Например, вашу поездку на побережье Помните человека, которому вы помогли сбежать из Соплавьенто на яхте? Я ищу его И вы мне в этом поможете Может быть, отвезти вас в центр первой помощи? Не беспокойтесь, синьор Мне намного лучше Подружка, не нужно было садиться в лодку Ты же не умеешь плавать Я просто хотела поиграть с синьором Гарсия в одну игру Правда, синьор, мы просто играли Как мило, синьор Гарсия Значит, вы играли? И почему же ты стоял, как истукан, и не спасал синьориту? Постойте, Парду, я не стоял Все произошло так быстро Похоже, синьор Гарсия тоже не умеет плавать Все ясно Теперь мне придется оплатить коллективные курсы плавания К счастью, Диего оказался прекрасным пловцом и помог нам избежать трагедии Спасибо Я научился плавать в море Почему бы нам не поаплодировать Диего? Поехали со мной, я позабочусь о ребенке Обещаю, все будет как раньше Мануэль, послушай Без Сантьяго, как раньше, уже не будет Но мне нельзя терять надежду Сантьяго стал смыслом моей жизни И ради него я терплю все, что происходит тут, в богате София, послушай Однажды я дал тебе обещание Не хочу, чтобы ты забывал о нем Положись на меня Я хочу стать частью твоей жизни Я не знаю, вернется Сантьяго или нет Но помни, что за тебя я готов отдать свою жизнь А взамен хочу лишь, чтобы ты была рядом Не могу передать, как сильно я тебе благодарна, Мануэль Я так рада, что ты приехал Ты как будто привез с собой частичку соплавента Там прошла лучшая часть моей жизни Что с тобой? Франческо, давай не будем ругаться и обижать друг друга Спокойно поговорим Сантьяго, я хочу побыть одна Нам нужно поговорить Мне не нравится, что ты такая Поверь, ты не виноват в том, что со мной происходит Что же тогда? Ничего Это гадкая жизнь Постоянно происходит что-то плохое Несправедливое Жестокое отношение людей Которые сегодня здесь присутствуют Я не понимаю, что случилось Ничего Тебе нельзя об этом знать Франческо Франческо Ты можешь мне не верить, но ты и все, что тебя касается Мне не безразлично Синьор Я уж думала, вы позволите мне утонуть Мэрилин, как ты могла так подумать? Я уже собирался кинуться в воду, но тут появился Родригес Почему вы такой лжец, синьор? Вам было наплевать на меня? Вовсе нет Что за мрачные мысли? Я тебе докажу Со следующего понедельника ты будешь моим личным секретарем Вы меня обманываете, синьор Это правда Передай своему отцу, что Григорио Манрике держит его на прицеле Да, чуть не забыл Телесеть работает отлично Запомните это имя Григорио Манрике Лучшее, что мне может подарить Господь, возвращение домой Сантьяго Не обращайся к Богу Если ты попросишь меня, я найду Сантьяго и верну его домой Я даже могу весь Суплавьенто привести к порогу этого дома, только ради тебя Мануэль, как же тебя понимать? Сначала ты говоришь, что любишь меня, а потом, что поможешь вернуть человека, которого я люблю Это потому, что твое счастье, это мое счастье Вот и все Алло Да, это я Синьорита Валерия Что случилось? Не волнуйтесь, я немедленно приеду, я буду через минуту Плохие новости? Да, это девушка, на которой я работаю Кто-то ворвался в ее дом, а она была одна Можно мне с тобой? Нет, это довольно странные люди Но... Нет, но я оставлю тебе номер телефона, и завтра мы поговорим Давайте немного отдохнем, синьор Я устала Давайте выпьем Нет, мне больше нравится танцевать Фабиола, потанцуй с синьором Гарсия Нет, отпусти Оставь меня в покое, я не хочу Фабиола, почему ты кричишь? Ну и что, что кричу? А ты флиртуешь с этим болваном и постоянно вешаешься на него Если хотите знать, вы просто созданы друг для друга Вы оба мне противны, просто омерзительны Хватит, прошу тебя, перестань Это ты перестань Почему я не могу решать сама за себя? Почему мне нельзя высказаться? Я всегда делаю только то, чего хотят другие Я хочу остаться одна Конечно, ты останешься одна уже в понедельник и без работы Я не позволю делать из меня клоуна Синьор, позвольте напомнить, что этот пикник не имеет никакого отношения к работе Не пререкаться со мной при рабочих Я все еще начальник отдела кадров А этот пикник устроила великая семья Сабина Не забывай И не указывай, что мне делать Красуйтесь перед девушками А что, ты думаешь, мне нечего тебе ответить? Все на свете знают, что ты девушками мало интересуешься А больше предпочитаешь мальчиков Хватит, черт возьми Что происходит? Ничего не происходит Мы просто веселимся Вам не нравится, как мы отдыхаем? Хватит, Фабиола Прекрати Синьор, это небольшая ссора, но сейчас мы все уладим Отлично Вы все собирайте свои вещи, потому что мы немедленно уезжаем А вас, синьор Гарси, я жду в своем офисе в понедельник утром, понятно? Давайте Собирайтесь Вы безответственный человек, синьор Значит, мы больше не будем танцевать Франческо, нужно ехать? Нет Почему? Давай останемся Сантьяго, не знаю, что ты обо мне подумаешь, но сегодня я хочу почувствовать, как прекрасна жизнь Ты уверен? Абсолютно Я хочу забыть обо всем хотя бы на один день Я хочу, чтобы были только я и ты И будь, что будет Фильм озвучен студией ИНИС по заказу компании Централ Партнершип Это spreading И все Дейм о Дейм Дейм Субтитры создавал DimaTorzok